Дени, арбузы, пшеничные булки, щедрый зажиточный тварь. И на престоле сидит в Петербурге. Имею опыт угадывания. Как канал называется? Не скажу о чем. Ну так, если вы стримите, должно рекламируйте, чтобы прибавляли чем у вас, вьюеры. Да, ну и так, все нормально. Все нормально. Вот сейчас, сейчас скажу. Сколько смотрит? Четыре, четыре триста. А, игровые каналы что ли? Ну, типа там. Ага. Это из Украины? Да нет, я из Канады. Ну ладно, это самое, мойка у меня... Из Канады, да ладно, останьтесь. Знаешь, у чего я не говорю? Может, это что, правда из Канады? Это моя любимая страна. А что, бывало что ли? Не, не бывало, но не знаю, откуда конкретно, но Альберто? Торое, Антарио, Торонто. Да, я понял. Альберто, она такая мелкая, ну не мелкая провинция, но... Ну почему, нефтяносная. Ну нефтя, да, да, когда нефть была в цене, они были самые богатые. Не больше всего там горы, там красивые, классные. Горы красивые не там, горы красивые в Бритиш-Колумбии, в Британской Колумбии. Ну дорогой очень, красивый, но дорогой. Ну смотрю, знаешь, Канаду, молодец. А что, если любишь, так надо посещать? Ну я по-любому посещу, я вообще мечтал там где-нибудь обосноваться, если честно. А сам откуда из такого города? Украина, а вот Харьков. А, Харьков, молодец. Я тоже из Харькова уехал, кстати. Да, вы жили в Харькове, а или вы вылетали в Харькове? Ну с Харькова не летает за океан. Жил в Харькове, улетал из Москвы. Долго жили в Харькове. Достаточно долго. Что вы скажете за Канаду? А ты вообще в Харькове родился или учишься? Не, я вообще в Сумской области приехал в Харьков учиться и последние 10 лет живу в Харькове. Закончил институт или колледж? Институт закончил, он забил, он и есть. На юриста? Ну, молодец. Хочешь юридическую загадку тебе дам? А я не знаю, как в Канаде там получится. Там же ж надо. Ну, в общем, мне кажется, трудно будет. Нет, я говорю, хочешь я тебе задам юридическую загадку, почему-то Канада, мы сейчас не про Канаду. А-а-а. Ну, я, правда, термины еще нулевых годов, может, сейчас поменялись. Вот смотри, загадка такая. Акт прокурорского реагирования на определение суда первой инстанции общей юрисдикции. Ну, даю варианты. Апелляционная жалоба, частная жалоба, надзорная жалоба, апелляционный протест, частный протест, надзорный протест. Выбирай из шести. Ну, а при чем я жалоба? Ну, что-то ты плохо учился. Прокурор не жалуется никогда, прокурор только протестует. Поэтому в три жалобы, первые в три варианта можно сразу было откидывать. Это я поспешил, получается. Поспешил. Ну, вот давай, давай, как эти самые, как про миллионера, вот это тебе не зачтем, твой неправильный ответ. Выбирай из трех. Апелляционный протест, частный протест или надзорный протест? Это о чем? Вы опять загадкой повторяете. Акт прокурорского реагирования на определение суда первой инстанции общей юрисдикции. Ну, короче, прокурор, значит, возражает. И как называется его юридический акт, его возражение на определение суда первой инстанции общей юрисдикции? Повторяю, это самое, жалобы откинули. У тебя осталось три варианта. Повторяю, апелляционный протест, частный протест, надзорный протест. Плохо ты учился. Конечно. Поясняю. Апелляционный протест это после вынесения решения суда приговора по уголовному делу, либо решения по административному, по гражданскому делу, но до вступления в силу. То есть, там, 10 дней или сколько, 2 недели по-разному. А сейчас не знаю, сколько, раньше 10 дней было. То есть, промежуток между оглашением приговора и вступлением в законную силу. Надзорный протест после вступления в законную силу. А в течение процесса, это частный протест. То есть, когда процесс идет, еще рабочие моменты называются частный протест. Так что подтягивай. Ну, в принципе, если в Канаду хочешь уехать, тебе не нужно будет юридическое образование. Тебе на электриках хорошо, на каменьщиках поучиться. Тогда будешь получать по 36 баксов в час канадских продуктов. Сейчас нефть, к сожалению, упала, и канадский бакс падает, упал. Ну, восстановится и нефть, и доллар восстановится. Со временем, я надеюсь. Понятно. В Антарео там перенасыщено, правильно? Ну, ладно, перенасыщено. В Канаде вообще маленькая плотность населения. По сравнению с Украиной. В Антарео, в Торонто. Ну, в Торонто, да. В Торонто 7,2 миллиона населения вместе с GTA, считается, Great Toronto Area, то есть пригородами. А вообще... Миссисага, да-то даже. Да, ну, Миссисага, это город типа как-то запар размером. Ну, зато Торонто, если едешь на восток до Монреаля, там насыщено все. А если на запад едешь, там 3 часа выйдешь за Торонто, уже такие, это, там вообще пустые места. В сторону Монетоба, да, в сторону Монетоба. Там даже и селфон-связи... А чего? Так что, если хочешь в Канаду эмигрировать, то давай, это самое... А с чего лучше начинать с такого ванга? Причем тут город, смотря по какой программе ты будешь и... Если... Вряд ли... Вряд ли... Вряд ли... Дело в том, есть федеральная программа, там ты сам выбираешь город. Но ты по ней вряд ли пройдешь. Нужно иметь достаточно... Язык знаешь немножко, нет? Ну, так что. Ну, нужно иметь хороший язык и хорошее образование, в смысле, ученые в стекле. А тебе провинциальная программа. Провинциальная программа тебе не только город отказывает, тебе указывает конкретно. Ты на какой-то фермере должен работать 2 года. Вот такие вот молодые ребята так и делают. 2 года отработал на фермере, на коровом хвосты подкрутил, он тебе дает референс-леттер. На получение... Я вот по федеральной программе ездил. Мне статус ПМЖ дали еще до того, как я в Канаду въехал за 50 метров до границы. Прямо специальная служба, потому что я это и бабки должен был заплатить, соответственно, и положить в канадский банк, и, соответственно, пройти этот конкурс. А конкурс довольно сложный. Но это не для тебя программа, а для тебя провинциальная программа. Провинциальная программа, вот ты едешь не только в город, который тебе окажут, а на конкретного имплойера ты едешь работать. И, значит, если не повезет, то, значит, вредный попьется мужик. Он может тебе, как бы ты ни работал, может тебе плохое референс-леток дать. Но это редко бывает. Обычно нормально. Канадцы нормально относятся к этому делу. Типа нормально работаешь, не пылонишь, получаешь референс-леттер через два года, или три, я не знаю там сколько сейчас, и подаешь на ПМЖ. А вот с ПМЖ на гражданство в Канаде очень легко, потому что мало, всего три года нужно. Со статусом ПМЖ прожить, чтобы имел право три чистых года из четырех, то есть чистых годонахождений в Канаде, уже подаешь на гражданство. Ну, это тебе рано думать. Для тебя сейчас надо пробиться. Так что изучай сайты, изучай программы. Манитоба, вот программа. Обычно в Манитобу едут. Такие вот на сельхоз работы. Ну, Садкочеван тоже. А, да, да, Садкочеван тоже. Ну, если имеешь какую-то специальность, типа вот, как нефтяники, и какие курсы закончат, то и в Альберту можешь ехать уже, прямо по специальности работать. Ну, это когда вот наладится снефть, сейчас у них и у самих они разгоняют народ. Снефть не наладится, можешь в Альберту ехать. Ну, короче, это самое. Если, я вижу, ты реально хочешь, что тебе не очень, не очень ты удачно учился на мента, да? Или ментом работаешь? У меня нет, нормально. Вот. Ну, так что давай, у тебя достойная цель. Дерзай, заходи на сайты. Ладно, всех благ тебе, обожди. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Он скажет, что я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве, правильно, утилитарное государство? Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один Но ты мне улица родная И в небо году дорога О-о-о-о-о-о-о